Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о творчестве актера в Театре и Кино Сергея Колтакова, который умер в сентябре прошлого года. Помимо сыгранных им ролей на театральной сцене и в кинематографе, он писал еще и стихи. Я хочу довести эти стихи до поклонников его таланта и до тех, кто, может, и не знал его как актера. Но я считаю, я вижу в этом свой какой-то определенный долг, обязанность перед этим актером, который как будто говорит мне, ну ты же говорил, что «Зеркало для героя» – твой любимый фильм, ты же говорил какие-то добрые слова в мой адрес, ну и прочитай мои стихи. И пускай люди узнают, что я помимо того, что был актером, еще и писал стихи. И вот эта обязанность заставляет меня сегодня, обязывает прочитать вам стихи актера Сергея Колтакова. Первое стихотворение я прочитаю по памяти, я его выучил уже несколько месяцев назад. А остальные буду читать с листа. Я не профессиональный актер, артист, не дикламатор, не чтец, Поэтому прошу уж не сходить к тому, как я буду это делать. Итак, стихи Сергея Колтакова. Отчего вдруг такая тоска конетелью серебряных ниточек вьется, Враненым стволом холодит у седого виска, То, как карточный джокер лукаво и ехидно смеется, То, как гаспид, свиваясь в пружину, готовится вновь для прыжка. Ты в нелепый наряд одеваешься, бау маскарадной эпохи. Перед тем, как сгорит казино, был объявлен последний парад. Все прогнило насквозь, дело плохо, старик. Доедаем последние крохи со стола удовольствий, Чему я, злорадствую, рад. Время сдохло, как зверь, что метался под ранком, по весям. Я, слепнув от боли, свалился в безвестной глуши. Мы в безвременье времени тело делили на равные доли И меняли на жизнь то, что стоит сегодня гроши. Вот послышался звон, мертвый той и пустой тишины. Мир ослеп и оглох, погружаясь в безвольное горе. Нет ни звуков, ни слов, да они никому не нужны. И кровавый закат утопило бескрайнее море. Это стихотворение Сергей Колтаков написал в июне двадцатого года За два месяца до своего ухода в мир иной. Выхожу один я на Голгофу, в полном мраке, крестный путь блестит. Укоюсь терном, чтоб снять тревогу, и Господь со мной заговорит. Это разговор такой душевный, хоть души во мне и след простыл. Но несу я крест свой ежедневный, тех, кому нагадил, всех простил, Всех, кого я предал мне, как братья, тех, что возжелал, как сестры мне. И какие могут быть проклятия в нашем Богом избранной стране. Мы живем в пост, в соц и Иерусалиме. В каждом тупике воздвигнут храм. Воскресит мечту о Третьем Риме наш российский боголикий хам. В ней была прекрасная красота, в худобе и сутулости хрупкая ломкость. Под одеждой светилась ее ногота, всех стоящих с ней рядом ввергая в неловкость. В ней жила современность прошедших времен. Шелк из русых волос, заплетаемых в косы, вереница судеб, вереница имен. Словно росы, алмазная, ранние росы. Говорят, что она из каких-то краев, где гуляют ветра, как гулящие бабы. Где озерная гладь безо всяких краев. И туда не дойти, нет дорог, все ухабы. Там поля, как моря васильковых глубин. И леса, где живут, все блины и сказки. Этот край словно рай, он на свете один. Там создатель хранит акварельные краски. Еще удивительный мир тишины, Что поет и звенит, да не всякий услышит. Тем, кто истину видит, глаза не нужны. Кто любовью сражен, тот одной ей и дышит. Декабрь 2019 года. Стихотворение называется «С Рождеством». Мне стало лень разгадывать судьбу моих друзей, подруг и милых встречных. Мне стало скучно, грустно, недосуг. Выслушивать реестр проблем извечных. Они однообразны, как дома, что слеплены для робкого народа. Душа забита ими, как с ума. Они живой толпой стоят у входа, Теснят друг друга, Лезут в новый день, Плодятся, будто кролики на воле. И от проблем, Как шапки на бекрень, Все наши мысли, будто их от моли, Пронавтолинили и положили в шкаф. Меня же личной жертвою избрав. Все норовят и злиться, поделиться, В жилет поплакаться. Я начинаю злиться, Как будто уготована родиться. Мне было лишь за тем, Чтоб сон скорбей, Причем чужих, Стал песнею моей. Сегодня дождь, Сегодня день уныл, Но чисто вымот, Вылизан, ухожен. Я словно парусник по улице поплыл, Навстречу проплывающим прохожим. Мое движение было в никуда, Мне думалось, какая ерунда, Какая глупость сетовать на моду, На дураков, На скверную погоду. Хотя мне лично не встречались сроду, Умевшие видеть этот мир. Без зла, без грязных пятен, Черных дыр, Счастливцев, что умеют отмечать В пространстве зачумленном Радость быта. В них жажда к этой жизни не убита, Душа их легкая, Как друга дом открыта, И в нем нас будут радостно встречать. Я весь давно наполнился водой, Мой парус плащ Прилип к холодной коже, Хотелось двинуться В обратный путь домой, Но дождь не выпускал меня, Похоже, он стал теперь моим проводником, Моим сопроводителем негласным, Меня своим он сделал двойником, При этом оставаясь безучастным. К тому, что тело требует тепла, Привычной ласки и сухой одежды, Казалось, что не кровь во мне текла, А дождевые струи и надежды На то, что воды с неба отошли, Во мне растаяли, как рафинад в стакане, Меня тянул с собою тайный смысл, На нитке дождевой, как на аркане, Природа, словно женская душа, Загадочно и противоречива, И сгысканно, жеманно и тонка, Некстати грубовато и игриво, Порывами внезапными страстей, Что выражены ветром, Ветролетром или громом, И так изменчиво, как тысячи детей, Гремасничают в доме незнакомом. Я нынче робко выглянул в окно, И дара речи был лишен взирая, Как осыпала бело-голубая зима земли Зеленое сукно. Вчерашний ливень, пройденный насквозь, Проник в меня. Простуженное тело, казалось, Мне живет со мною врозь, Его озноб бросает то и дело. Сквозь поры излучается вода, Которую я впитывал в избытке, Лоб раскалился, как сковорода. Я в комнате, как в камере для пытки, Лежал в каком-то странном полусне, И сам себе предворщиком казался, Шел снег за окнами в кончавшейся весне, Но этот факт природы не касался. Она чудила, странности полна, Плевав на предрассудки ожиданий, Она в порыве творческих исканий, Любви лишилась, отдыха и сна. Казалось мне, что я с ума схожу, Так непривычно это сочетание Цветенья бурного и снежного молчания, И я, презрев простуду, выхожу, Сам изумляясь своему геройству И призраком по улице брожу, Вновь удивляясь странному устройству. Неясной человеческой души, Что как локатор ищет в мире звуки, Что как слепец протягивает руки, Как тот монах, молящийся в глуши. Природа вся безмерность торжества, Скелеты осени и мода летних красок, Театр теней и карнавал из масок, Разгул страстей и похоть естества. И оттого так тянет к ней меня, Как к женской бабьей материнской плоти, Влечение животного в охоте Соизмеряет силу бытия. И я снова размышляю о себе, Судьбе, друзьях, О перевоплощении живых существ, О злобе и прощении, О муках, страсти и о суете. Все собрано из милых лоскутков, Завернуто в пространство одеяла, И выверено памятью веков, И брошено под ножью пьедестала, Где должен возвышаться монумент, Символизирующий в виде аллегорий Суть смертных, Человечий экскремент, Как ясность философских категорий, Которым причисляется душа. Вернувшемуся с войны Здорово, солдат! Ты вернулся живой, Очень странно, а что с головой? Вместе с казкой оставил в пыли, А мы вспоминали тебя За столом всякий раз постоянно, Но имя припомнить прости Уж никак не могли. Да в общем-то имя не важно, Солдат безымянен, И вечный огонь неизвестным во славу горит. И если для смерти Ты был только попросту ранен, То значит для жизни Ты, видимо, насмерть убит. Ты глупый солдат, Ты наивен, Приказу подвластен, Свинцовую пуговкой Крепко пришит к небесам. Ты жизни не видевший К миру был только причастен. Зачем ты убитый? Конечно, не знаешь и сам. Когда незрелый генерал Погоны ржавые достанет, Во фрунт скомандует, И сам играть в войну, Как мальчик станет. И поезд гулка на осях В пространство стылое стучится, И жизнь, как баба на сносях, Войною вскоре разродится. И пересчитанный народ Получит палки боевые, И, вспомнив песни строевые, На марше их споет в разброд. И кто-то прокричит «Ура!», А кто-то тихо вслипнет «Мама!». И круговая панорама Кровавых сцен сведет с ума. Вот рыжий парень, не спеша, Подмял себя, еще не зная, Что добрая его душа Простилась с телом, чуть живая. А в этих голубых глазах Застыл, как слайд, Обрывок битвы, Запечатлен лишь в боли страх И шепот тающей молитвы. Несется стадо на убой, Сердец не слыша, Ноги, вата, И это называют бой, Изобретенный для солдата. И всем, и каждому свое, И даже пуля дура знает, Зря не кружится воронье. Смертей случайных не бывает, И не случайно смерть твоя Тебя избранником назначит, Судьба у каждого своя, Но кто-то о тебе заплачет, И не случайно ты упал, Жизнь отдает нас в жертву смерти, Но ты поймешь, Как ты устал От этой страшной круговерти. Вся философия войны Замешана на крови с рвотой, И доживет до седины Солдат, считавший смерть работой. Кто не задумался о том, Быть биту или остаться живу, Нет мысли в вареве густом Для смерти, ищущей поживу. И мальчик выскочит в трусах Из-за угла разгоряченный И крикнет, ты убит, пиф-паф, И ты завалишься сраженный. 2002 год В круглых датах есть двойственность, В них смиренная грусть, Горечь терпкой полыни, Под коркой запекшейся крови. Жизни все это свойственно, И отвержу наизусть Строчки чьих-то стихов, Оборвавшихся на полусловие. Есть какая-то скорбность В готовящихся торжествах, Как оркестр, который со свадьбы На кладбище мчится. Нет ведь разницы в том, Для кого и когда им играть, И счастливый момент Непременно со всеми случится. И меня накануне, как смог, Накрывает печаль, И томление грустное в сердце, Как птаха стучится. Облака над полями, Истылая голая даль, И покоя того, Что уже ничего не случится. Наши даты, Как пули и мишени, На вылет пробиты. Тем, кто нас убивал, Мы вверяли от сердца ключи, И в стрелявших влюблялись, Прощали, А значит, мы квиты. Мы созрели, Как хлеб, что достали Из русской печи. Хлеб надломлен, как век, Что нам выделен за прегрешение. Он скрипит на зубах, И на вкус неприятен весьма. И плюет он на наше с тобою К тому отношенье Мы вольны выбирать, Если в выборе С ума и тюрьма. Наши даты, как звери, Что ждут свой назначенный час, Словно тать, Затаившись, Крадутся по следу незримо. Забываем о них, Как порой забывают о нас, Но финал неизбежен, Трагедия неотвратима, Фарс. Вот суть всех торжеств. Зритель жаждет Дешевых реприз. Вот юродивый комик, Вот трагик, Слезливый на сцене. И на бис повторят, И исполнят Любой ваш каприз. Жизнь свою разыграют, Как пьеску На этой убогой арене. Фейерверк И достойный конец торжества. Дождались Перед тем, как уйти, Надо свет погасить повсеместно. Нам без этих поминов, Конечно же, не обойтись, Как без тостов застолья. И ныне, И пресно, И пресно. Февраль 2020 года. Я родился Не то на зоне, Что звался в ту пору город, То ли вправду в городе, Что сродни Уркаганской малине. Я похож был тогда На зверька В загоне. Вроде сыт, Но всегда ощущался голод. Хоть в родной стороне, Но с привкусом, Что живу На чужбине. Я все время болел, Сопливил, Как говорила мама. Еще называли меня Сибиряк тепличный, Но я все же тянулся к жизни Неосознанно И упрямо. Случай по тем временам, Скажем прямо, Вполне типичный. Нас тогда было много Таких сигарей, Сизарей диковатых, Что и тились В гнездах Своих подворотен Почти с пеленок. А душонка у нас И впрямь, Как у тех пернатых, Бьется нежностью В страхе Из последних силенок. Помню слабый просвет Слеповатых Подвальных окон И общенародный сортир Во дворе, Слезящий глаза от вони. А еще у меня была ценность Мамин, Отрезанный локом И сосна обожженная Молнией На высоком Песчаном склоне. Память, Что ты мне шлешь Приветы Изо дня в день. Намек, Что пора осознать, Я сундук Антикварный. Там внутри Скопилось Столько всего, Да раскладывать лень. Ну и пусть все лежит, Хранится На всякий пожарный. Февраль 2020 года. Пятый день С небес вода Сродни потопу. То ли благо для природы, То ли кара. Сообщают, Что циклон Залил Европу, А Сибирь Почти сгорела От пожара. Там жара стоит, И нет бы поделиться, Нам здесь солнышко, А им небесной влаги. Должен Бог, Конечно, Всем распорядиться. Но, наверное, Нету сил У бедолаги. Если вдуматься, То вывихнет сразу. Это ж сколько Наш создатель Начудачил. И все больше убеждаюсь, Раз за разом, Он, придубав мир, Себя же озадачил. Так сказать, Поставил мат себе Навеки. Хоть игра была Блестящей без сомнения, Но когда пошли Плодиться человеки, Тут и начал Бог Терять свое терпение. Этот факт еще Мы в школе изучали. И потопы, И пожары, Все случалось. Хоть не все, Но люди Библию читали, Но при этом В них ничто не поменялось. Божьи заповеди, Сущая обуза. Старым способом Искали смысл И веру. Главным жизни Было собственное пузо, А войной Определяли жизни меру. Кровь лилась Во все века, Течет и ныне, В океан скорбей Впадают реки крови, А Создатель там, В заоблачной пустыне, Все глядит На хмуре В старческие брови. Он сидит, Не проронив, Во век ни звука, Крутит уз седой И вряд ли понимает, Что его Нечеловеческая мука. Очень даже Человеческой Бывает. Май 2018 Года Мы не мыслим Себя без врагов И мести, А врагом Станет всякий, Кого нас значит. И в друзьях У нас тот, Кто исполнен Лести, Но о совести Честь Ничего не значит. Мы чужие Друг другу, И это Слепому видно, Равнодушны, Злобливы И безучастны. Ко всему На свете И до боли Обидно Мы изгои Для мира И к нему Не причастны. Божье Вроде бы дело Множится И плодится, Всякий Свой плод Имеет Рыбы, Птицы И звери, Так и каждый Из нас Лишь на то Годится, Что положит Ему По его же Вере. Что ж Положено нам Все на свете Предавшим, Продающим себя И страну, И святыни, Не раскаившимся, Вряд ли что Осознавшим, И бессмыслы Живущим, Как в мертвой Пустыне. Так и будем Влочить Свои бренные Туши, Раболеп нас, Люнявя, Начальником Чресла. Да простит нам Господь Наши грешные Души, Чтоб Хоть что-то, Хоть как-то, Хоть в ком-то Воскресло. Октябрь 18-го Года. Верить Некому, Как не Прискорбно, Верить Не во что, Все разъято, Препарировано, Два аккорда, Наша музыка Виновата, Мать, Что рожает Сына, Всякий мальчик, Суть мясопушек, И, Нанюхавшись, Бредней, Как кокаина, Для победной войны Набирают Тушек Все друг Другу Враги. Нужен Только час Для расправы, Этот час Никогда Не проходит Мимо, И во все века Только победители Правы. Сила Синоним Правды, Все остальное Мнимо, Клио, Богиня, Она любит Только героев, Она их помнит Типа какого-нибудь Герострата, У нее коллекция Из этих изгоев, К тому же Она девица, А значит, Не виновата, Люди тем более Поклоняются Недобру, Христос тому Свидетель И участник Эксперимента, Даже создателю Самому Стало дико И страшно От заключительного Момента. Только ни нам, Ни народам, Ни человекам, Увы, Мы все В той же Неутомимой Решимости Когти, Как звери, Вострим И клыки, Чтобы себя Самих Превзойти В бесчеловечной Неукротимости. Поэты Кропают вирши, Лирические Стихи, Не нужные Никому, Рифмованные Экстазы, Как будто Замаливают Свои грехи. Мужчинам Приятнее Читать Приказы, Повиноваться Своим Царям, Вождям И прочим Там Полководцам Мужчины Счастливы, Когда, Подобно Гвоздям, Сверкают Шляпками Касок Под солнцем. Их Зловещий Тестостерон Влечет К овладению, К насилию Над всякой Живой Природой. Им плевать На то, Что во всех Одинаково Кровь течет. Ствол в руках, Опьяняет Своей Известной Особой Свободой. Быть Владыкой, Хозяином Чьей-то Нежной Хранимой Души, Да тем Более, Когда Собственной Понятия Не имеешь. Через Призму Дозволенного Все люди Не люди, Вши. Ты Вершитель, Хозяин. Ты Хочешь, Ты можешь И смеешь. О, Тебя Оправдают, Поверженные Враги, Это и есть Твоя личная Индульгенция. Победителям Нет суда, Их Венчают Лавровые Венки, И моды Слагают. Прикорменная Интеллигенция. Впрочем, Что это Я? Какой Нелепый Пассаж Рассуждать Об ошметках Бога, Что осталось В людской Природе. Век Назад Это было В моде, Философы Входили В раж, Богословы Копались В душах, Как на бойне В кишках И тушах Бесняки Впадают В кураж. Ну и Что Изменилось Со Времени Каина? Ничего. Душа И мозг Сроднились С изуродованной Картины Окружающего Пейзажа. Идея Уничтожения Была и есть Превыше всего В палитре Художника Осталась Лишь Кровь И сажа. Разнообразие Красок Постыдный Преступный Бред Разноцветия Радуги Годится Для знамен На парадах Геев. Настоящий Солдат Предпочтет Лишь Защитный Цвет. Кому Шляжных Оттенков А цветное В виде Трофеев. Сколь Ничтоженный Жалок Сложившийся Нынешний Мир Мироточие Кровью Слезами И смерть Как нажива. Одни Идиоты Заняты Изучением Черных Дыр. Другие Кричат, Что любая Наука Лжива. И Висит Предчувствие Какой-то Вселенской Беды, Как завеса Густого Тумана, Когда все На ощупь, Вслепую, И от страха Сдавила грудь, Словно Ты потерял Следы. И попытки Все тщетны, И время Летит Впустую, И хватая Воздух, Как рыба, Пока ее Снимают С крючка, И потом, Когда уже Пустота, И ты не Чувствуешь Ни тоски, Ни боли, Как младенец В утробе, Сожмешь Два своих Кулачка И замрешь, И увидишь Себя Разнотравьем Цветущим В поле. Октябрь 18-го года. Друзей И близких С Новым Годом! Я не Приемлю Все, Что Маден Чайна И весь Их Сранный Зоокалендарь. Ассимиляция В культуру Не случайна. Я Новый Год Отпраздную Как встарь. И так Мы у Китая На задворках. Я выражаю Искренний Протест. Вы Вспомните, У нас Есть Поговорка Коль Бог Не выдаст И Свинья Не съест. Яни Гераскины В день Рождения Все Потом, Все Потом, Суп С котом Мы С тобою Как дети У лужи Где Лягушки Лежат Подо Льдом Пережив И морозы И стужи Где Китают Искрятся В руке Холодят И ласкают Ладошку Юность Наша Прошла Вдалеке Где Любовь Разрывает Гармошку Все Поет Нам О нашей Любви Что Конечно Вернется С годами Если Мы Остаемся Людьми Все Что Наше Останется С нами Март 2019 Года Как мрачны Стали Праздники И будни Их Торжества Парады Юбилеи Похожи На трясущиеся Студни Изгнившие От времени Трофеи Мир Как протухший Омут Закисает Теряет Смысл Любое Направление Все Гибнет И ничто Не воскресает И обнуляет Лето Исчисление Я Вглядываюсь Вдаль За серым Смогом Пунктирный Горизонт Размыт И бледен Мир Хомо Сапиенсов Виноват Пред Богом Лимит Штудан На искупление Съеден Его Профукали Семь Миллиардов С лишним Мечтающих Урвать Метраж Под небом И каждый В ужасе Он в этом Мире Лишний И всем Плевать Что не Единым Хлебом Сегодня Хлебом Лучше Бургер С мясом Мир усложняется В стремлении К примитиву У пращуров Был дух И тюля С квасом У нынешних Стремлении К креативу Век Пересмотрит Своды Древних Правил Наивность Ветхого И нового Завета Бог Усомнился В нас Он Нас Оставил Забил На нас До окончания Света И то Сказать Один лишь Бог Способен Тысячелетия Терпеть Людское Стадо Но даже Он Стал Миру Неудобен И Неугоден А оно Вам Надо Январь 2020 Года Все Чередом Своим И Хороводом Годы Как в Польке Бабочки По залу Проскакали И мы Вдвоем Остались В этом Зале Все Было И прошло Как Позабытый Сон Вот Вымерший Портер И пыль На жестких Креслах Вечерний Дальний Звон Как будто Жизнь Воскресла Но Выпал Из руки Рассыпавшись Бутон В оглохшей Комнате Отклеились Обои И покоробились Как старческая Кожа Полуторку Кровать Мы называли Ложа Она Скрипела Так Что Не давала Спать Она Была Предатель И сексот Мы Как Зверьки В боязни Шевельнуться Едва Дыша Могли лишь Улыбнуться И крепче Сжать Свой Воспаленный Рот А там Закрашенным Зашторенным Окном Там За стеной Квартирки Нашей Съемной Спал Целый Мир В желаниях Неуемных Что Рисовались Мне Загадочным Кином Что В общем-то По сути Так и Есть Билеты В первый Ряд Вокруг Пустые Кресла И пыльный Зал Но мы Успели Сесть И начался Сеанс Как будто Жизнь Воскресла Январь 2020 Ну вот И все Друзья Что я хотел Вам Прочитать Стихи Сергея Колтакова Это Я уверен Не все Стихи Которые Написал Сергей Михайлович Но это То Что Я Смог Собрать И В таком Вот Порядке Их Расположив Я их Вам Прочитал Еще раз Повторюсь Что я Считаю Это Своим Долгом Перед Безвременно Ушедшим Сергеем Колтаковым Прочитать Его Стихи Довести До Вас Не знаю Понравились Ли Вам Стихи Не знаю Понравилось Ли Вам То Как Я Читал Но Я С чувством Исполненного Долга Завершаю Этот Небольшой Видеосюжет Сергей Михайлович Мы Помним О Вас Мы Вас Любим Мы Читаем И Слушаем Ваши Стихи Ваши Благодарные Зрители Дорогие Друзья До Новых Встреч Спасибо Дорогие Продолжение следует...